Ну вот и шифер так и валяется. А лежат куски разломанного шифера перед домом Лидии Стрельченко с 15 ноября. Ту ночь жительница Баграда вспоминает с ужасом. А вот милиционер как раз дежурил. И говорит, знаете, Лидия Алексеевна, я шел в Мивашину, меня чуть не убило шиферинкой. Так, такой был ветер, это было ночью. И, знаете, был такой стук страшный. А наутро пенсионерка увидела огромную дыру в своей крыше. Впрочем, это не все беды после ветреных порывов. Вот забор упал, видите, и поломало. Все дуло ветром. Лидия Стрельченко говорит, теперь прохожие заглядывают в ограду. А то и вовсе могут перепутать с переулком. Но забор, рассказывает пенсионерка, сейчас беспокоит меньше всего. Учитывая в каком состоянии сейчас крыша дома, страшно представить, если над Баградом пронесется такой же сильный ветер, крышу разнесет вмиг. А если даже его и не будет, то за зиму снега обязательно навалит. И по весне он пойдет весь в дом. А отсюда траты будут гораздо больше, чем сейчас. Крыша сорокалетней давности. Примерно столько же ее никто не чинил, так как муж и сыновья давно умерли. Осталась невестка, но у нее дети. Тоже еле-еле сводят концы с концами. А по самым скромным подсчетам, сделать новую крышу стоит не меньше 200 тысяч рублей. В местном сельсовете о проблеме одинокой пенсионерки знают. Глава даже помог материально. Чем помогли, тем помогли. У нас всего на год было запланировано 37 тысяч рублей, вот именно на такие случаи. И так как бы дали много. Даже когда происходит пожар, людям по 5 всего тысяч дают. Здесь уже постарались, бабушка старенькая, дали 10 тысяч. Большая сумма баградский бюджет не потянет. Впрочем, 10 тысяч тоже деньги, говорит Лидия Стрельченко. Хоть забор получится отремонтировать, а вот с крышей сложнее. Единственное, что может сделать, это пожаловаться к депутатам. В свою очередь, народные избранники попросят главу республики помочь. Такую сложную схему предлагает глава баграда. Другой вариант – надеяться на помощь неравнодушных. Артем Михалков, Евгений Сульбереков. Новости. Седьмой телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok